Вот понимаете, вот то, на что сегодня надо побуждать, что явится главным, потом будут желать, но уже никогда этого не возвратится. Вот батюшка сейчас говорил, что молитва, то другое, но когда решила, люди слушали, весь город Константинополь сбегался, закрывались судилища, магазины, базары, все. Пришли послушать, а потом пошли, и молитвы-то, Златоуст говорит о литургии, а не просто о молитве-то. Молитвы люди выслушали. Во времена апостола это уже не было, что Павел сказал, а потом была литургия. Это надо маленько разъяснить людям-то. Люди бежали от длинного богослужения. Начиная с Слова Божьего, мы всегда совершаем молитву, краткая молитва, она занимает, допустим, одна минута. Кто побежит-то? Да выйти даже не успеешь. Вот отправляются на благовестие, мы помолились, вернулись, помолились, там пошли, помолились. Но это всего одна минута. Святые Отцы настаивают на краткой, постоянной молитве. Краткой и постоянной. Вот даже у нас, у меня вопросов несколько. Просчитали именно один раз, потом второй раз. Почему? Поминая в церкви, никогда дважды нигде не считаются. Почему? Что, за один раз Бог не слышит или что? У нас какой-то вот трапорет идет и никогда вопросу даже не задается. Почему я должен задать вопрос? Мне ответа никакого не дают. Никто не дает ответа. Я вопрос о сороках, Господи помилуй, задавал на самом высоком уровне. И ни один не может ответить. Это у нас такое понятие. Я сорок раз скажу, Господи помилуй, и Бог закроет глаза на мои преступления, на мою леность, на мое безразличие к делу Божию. Ничего нет более великого, как спасение души. А вера-то отслышание, люди ничего не знают. Да они не хотят знать. Это их дело, это одна сторона. Не хотят, а ты иди. Два пророка будут ходить, обличать, огнем пожигать будут. И люди будут подарки посылать, когда их убьют. Наконец-то избавились. А вот тут-то горе и начнется самое, когда некому обличать будет. Никита, ты во сколько выезжаешь сегодня? Еще не решили. Не знаю, что ты уезжаешь сегодня? После занятий. Так. Люба, не хочешь на врубку съездить? Ведь я выбираю, просто ищу. На следующий-то раз Шарщина придется искать еще машину, может заказывать Барнаула. Это уже понятно, что в Корщиной были, там подошла Ирина и говорит, ну почему не приезжаете, уроки бы проводить. А она должна первый шаг сделать, собрать людей. Когда везде во всех университетах отменили занятия, по слову Божию, запретили просто. У нас очень хорошие отношения были с бывшим губернатором Коршевым, Лев Александрович. Он потом стал ректором АГТУ. Мы поговорили, он говорит, я в Москве буду о вас ходатайствовать. И мы встретились, он сказал, я ходатайствовал, оно закрыто везде. Нет ухода, никому, не то что к нам плохо относятся, вообще нет, потому что здания университета принадлежат Москве, хотя они в Барнауле. Ну и на это мы не закончили. В любое училище можем зайти, наши пошли свидетельствовать, где-то неладно, где-то ладно. Но ты не сиди, стесей. Ян Златоуст говорит, если был не урожай, засуха, то на следующий год мы все равно сажаем. Семь лет не урожая в Египте и каждый год сеяли. А если бы сказали, все равно урожая не будет, засуха была, руки сложили, земля умерла бы. А сказать, что вообще никто не слушает, это неверно будет. Мы вот получаем из интернета только сведения, какие. Это надо прочитать хотя бы один раз. Человек говорит, я никогда не знал, что в православии люди будут брать в руки Библию. Я впервые его нашел, только на вашем сайте. Православные рассуждают как? Посмотрите, выходит там Олег Стеняев, выходят люди-то некоторые, миссионерствуют, говорят, и притом не безуспешно, среди разных сектантов. Сидеть будем, ничего не будет. Одного человека не хватает. И никого нет. Ну вот просится, Надежда Васильевна, придется брать. Наконец-то. Ну. У меня раздер. Наконец-то. Не будем же мы брать глухонемых, где нет глухонемых. В городе мы бы Валентину взяли обязательно. Там специально глухонемые есть районы, где люди живут. Здания такие. А она может, она ревностно ее примут. Ну, здесь никого там нету. Просто так поехать, она устанет и ничего не будет. Так. Ну, патриоты. Волонтеры. Никого нет. Надежда Васильевна запасной игрок. Придется ее брать. Все. Остальные вопросы решайте здесь. Говорили когда-то беседовать на дому, если желаете воскресенье. Имейте в виду, что когда наши возвращаются, хотя бы на пять часов, на один час, можем где-то у кого-то на дому собраться. Хотя бы на час. Решить свои частные вопросы. Вот сегодня тема какая? Ленивый. Ленивый это одно, Даши. Ленивый подобен Воловьеву помету. Писание говорит. Иначе сказать, ленивый дерьмо. Проще сказать, ленивый, тире, это говно. Это говорил Ленин об интеллигенции. Интеллигенция говно. И все на этом черта подведена. А тут еще бы не дадут. Может, способный ученик, но с ленцой. То есть превратился во что-то, и никто не заметил, как уже провоняло все. Всякий, посылающий его, отрыхнет руку, зачем я с ним связывался. Не надо быть таким. В деле-то Господнем ревность надо показать. И мы увидим, как ревность нужна в слове изучения. В проповеди, в благовестии, в труде, в семье. Везде ревность должна быть. Напоминаю, что у меня есть очень хорошие священники. Мы просто очень хорошие, как отец Геннадий Фаст. И вот говоришь людям, ну почему вот так делать это? Ну виновата, батюшка. Да потому что ты ленивая. Я? Да что ты, батюшка? Я как пчелка с утра. Ленивых ни одной не нашел, говорит. Я никогда не думал, что этот грех так трудно выявить в человеке. Я как пчелка. Да почему у тебя везде все запущено? Ну, сколько времени отдал? Ну, понимаете, он так работает, он маленько спрохладся. Это ленивый. В перестройку уже все научились работать. Или померли, или застрелились. А остальные начали работать. Просто отбыть 8 часов и галочку поставить, получить получку. Не пройдет. Так нигде не работают. Я видел, много работает хорошо, но нигде не видел, как работает Турция. Я сразу припомнил, когда делят Россию, Россия разделена на картах мира. Кому какая часть достанется. И та южная, это Москвы, Турция отходит. Что Япония отойдет, Китай, там Дальний Восток, мне это понятно. Америки центральная там часть. Но почему туркам? Когда я увидел, как турки работают, я просто понял, открылись глаза. Где бы какие стадионы не строили в России. Везде турки. Самые сложные сооружения турки строят. Вот эту поверхность нашу, вот они. Они бы сделали ее идеально, как столешница, ровно. А тут повыше маленько, повыше. Это все залито водой, рис растет. Я этого не видел нигде больше. Видите, как открывается. Мой ответ пришел там, когда я посмотрел. Ясно, что здесь будет жить другая нация. О чем Дмитрий Смирнов говорит. Более угодные Богу, более ревностные. Мы делом своим должны показать. Мы любим Бога. Ведь вы все трушеники. Вот сказали бы, я сидел и думал, ну кого из вас назвать ленивым-то? Себя я, конечно, не назову ленивым. Все так будут думать. Кто ленивый? Ну, ленивая матушка, да она как трактор пашет. Она ленивая только в церковь. Она приходит отдыхать, поспать. Ну, назвать-то некого. С какого края не начали смотреть? Все трушеники. Это действительно так. Ну, откуда эти дети, которые пасти не хотят? Залезут и сидят на старых коровниках. Ну, сейчас маленько стали хоть отгонять. Есть очень хорошо дети пастут. Это же от нас идет. Как мы, так и они. Побегает ребенок, забежал в вызву. Мам, давай помолимся. Но ведь нет этого. Сейчас вот пошли бы дети домой, пришли и сказали. Папа, мама, давайте, Словом Божьим, займемся сегодня. Пока до занятий еще узнаем. Тема-то есть. Давай посмотрим, а что мы можем сказать на занятиях-то? Ну, проверить себя можно. А во сколько встаешь? Да по-разному. Уже не рассказывай мне, ленивый. Посмотрите в интернете про одного татарина в Казани живет. Да нам всей деревни до этого татарина не добраться. А он мусульманин. Подъем у него всегда три часа. Ну, кто в три поднимается? На работу. Его перестройка не тронула. Вот он идет, большая свалка. Свалка прямо рядом с базаром. Он начинает думать. Приходит власть и оформляет ущерб. Так власть только забери эту свалку. Но никто не знает, что он сделает. Он сделал стоянку машин. У него собаки. Двое с сыном. И он покупает на эти деньги автобус. Автобус. И дарит детскому дому. Разводит еще что-то. Там коровы у него. Второй. 86 автобусов подарил. А мы одну машину не можем купить. Деревня. 86 автобусов. Один. Двое с сыном. И все это показано. Ну, Шаймиев-то президент. Он сказал, статую вылить. Лошади. Телега. Это все щегунное-то. И на телеге он сидит. И ребятишки облепили садятся. Никто не удостоился такой счастья во всем Советском Союзе. Это один человек. Татарин. Мусульманин. Где мы, христиане, окажемся? Ну, кто из нас может купить машину и подарить ее? Ну, вот и весь ответ. Почему? Он работает. Он работает. Мало того, еще там играет на гармошке. Все заснято. И видео, и фотографии. Да неужели же христиан таких нет? Ну, больше нигде нет в интернете такого. Так это только автобусы. Да сколько продуктов. Он ковры, там, телевизоры покупает и в детские дома дарит. Он верит в Аллаха. Он верит в суд Божий. Ну, два раза добро сделал, и руки бы опустились. Не тут-то было. Он мусульманин настоящий. Он ни себя не взрывает. Не учит людей убивать своих мул, имамов. Он делает для Бога. А что там татары, дети, русские? Он не смотрит на это дело. Вот нам пример уже. Это современник наш. Он сейчас живет. Вот приходите, я вам еще больше расскажу. Я отошел. Завтра половина девятого будет линейка, посвященная первому сентября. Приходите, желающие. Вы знаете, что такое линейка? Коротко-то расскажу. Линейка, поскольку. Минуту. Настоящее назначение линейки вымерять не ширину тетрадки, а ширину лба. Я занимался когда-то изучением языков. И когда в увольнительное было, а у меня в увольнительное на один год давалось. Такая должность была в армии. И в Хабаровском университете, там институт был. Я в общежитии, где иностранные языки изучают. И один там был кореец. Сейчас не могу ошибиться, кореец или китаец. И он говорит, я учился в японской школе. Он знает свой язык, знает другой, изучает сейчас французский, там другой. Учитель ходит, у него линейка вот такая вот показывает. Линейка. Ну толщиной примерно в палец. И он ходит по рядам. Ученик имеет право повернуть голову только на 15 градусов. А вот так вот уже не имеет права. Учитель подошел и линейка это режет. Как ударит, говорит, у меня вот такой вот рубец остался на руке. И что они дурные? Нет. Мы теперь их компьютер и все покупаем. Это учитель. Руки на столе у всех лежат. Никто не стреляет, кнопки не вставляет, чтобы учительница села на кнопки. Я лично встречался с людьми, которые знают, что такое линейка. И мы эту линейку, говорит, боялись. И выросли людьми порядочными. А тут линейку не знают, что такое. Вот я коснулся один раз и понял, что это тоже необходимо знать. Второй раз отошел. Его штоп обязательно следить, и снимать будет. Во сколько выезжаем, благовестники? Сергей? Ну что, в 11? В 11, скорее всего. И кто едет? Надежда Васильевна. Давай во сколько? Мы четвером только едем. Пусть во сколько? Приехали в Урывки. Сегодня 31 августа 2014 год. Урывки от Потеряевки километров в 10 по полям. И вот сейчас брата Владимира он снимает. Систую надежду оставляет здесь, это крайняя улица. Ориентировочно это юг Урывок. А мы в север оклам будем продвигаться. Мы оставляем машину у наших знакомых хороших, Сергеем. Так, мы уберем. Вот, нам необходимо. Почему я верю? Еще лишнее может быть. Утилишь, но знаете, что это? Да ладно. Холодно не будет, все косточки я оставлю. Сегодня 26 передавали. Тут Березняк. Деревня в Березняке. А я сам могли бы оставить. Это на потом, на беседу, чтобы вам не носить, да? Где-то у нас общая была, коробки там внутри или сюда в пакет. Я сейчас вытащу, что я. Почему я верю? Берем визитки. А молитву с тобой взять или нет? Ну, потом на беседу. На беседу. Приходите, пожалуйста, будет вам, почитайте, богатейшему телу. И сайт. Если у вас интернет-пожий? Да нет у нас интернета. Нет интернета, может быть, у детей приглашение, пожалуйста. Приходите, ждем вас. В три часа. Всего доброго. В три часа. Все, с Богом. С Богом. С Богом. С Богом, Господь, вас. Все, следующий. Вот он как на велосипеде ездит. Друг собак. Все, в окно постучитесь. А в окно постучитесь? Нет. Собаки нет, что не лает. Слава богу, что нету. Кубочка выскочила, да? Не знаю. А вы крикните? Может, где кто есть? Да. А вдруг там пешка. То есть. Не привязанная. Можно вас не мельчить? Да, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Мы православные пустыни. Приглашаем вас. Кругу там беседы будет. И приглашение вот вам. Спасибо большое. Там собеседование. И будут дарить книги религиозные. Приходите. Я вот вам семье вашей дам. Почитайте богатейший материал. Вот здесь вы хотите. Придете? Будем ждать вас. Трем часам дня. Сегодня, да? Сегодня. Приходите. Будет очень интересно и полезно для души. С Богом. Всего хорошего вам. Можно у вас на минутку? Надежда, Семеновна, дайте ее. Я закрою. Ага. Вот он. Сайт. Ну, антипси. А вот я дарю вам книгу полезную. Почитайте для души особенно. Почему я верю. Приходите к трем часам. К трем часам запомните. Приглашайте своих подружек. Всего доброго. С благом. Храни вас Господь. Ну-ка бегите. Все маленькие. Приходи в клуб сегодня. Хорошо? Приходи в клуб сегодня. Сегодня ты умоешь в 3 часа дня. Бог поможет вам спастись. Вот собак нету. Как примут нет здесь, господи благослови. Везде замки. Ты в окно постучи. Звонок-то работает. Я вижу, что вы знакомые личности. А ты кто? Я Игнатия жена. Игнатия жена? А Игнатия где? В Потеряевке. Как он там? Хорошо, слава Богу. Вот вам дарю книжечку, почитайте, полезную для души. А у вас есть дети-то молодые? Вот, пожалуйста, вам для интернета сайт наш. И там увидите Игнатия, меня и всех других. Да я не вижу. Я одним глазом не вижу. Ну, дети посмотрят. Вы сейчас здесь живете или в Барнауле? Мы лето-то здесь, в Потеряевке, а на зиму в Барнаул уезжаем. Ну, приходите, мы там увидимся и побеседуем еще. Ой, я ходить-то не могу. Ой, бедный. А подвезти некому, да? Нет. А вы кто будете? Из той же деревни, тоже православный христианин. Ну, я знаю, как звать-то. Володя. Ну, ладно, мы пойдем туда. Молитесь. Ну, с Богом. С Богом. Вы же как беспокофцы, да? Да. Вот киржаки, киржаки. Я вот и говорю, что здесь у вас еще одна здесь, это самое главное, где она живет, не скажете? Феша? Феша, Феша, ага. Ой, как же вам сказать? Я у нее прошлый лет это была, а сейчас с собой. Там живет она. На углу, я знаю, там. Нет, она не на углу, на углу Шура под доски, наверное. Ага. А потом она. Ну, она у вас как священник, да? Да, да, да. Ну, вот, я с ней говорила. Ну, ладно, с Богом хани вас. Если будет господом года, то мы еще зайдем к вам. Заходите, заходите. Потеряевские. Заходите, заходите. Потеряевские. Как же киржаки. Ой, я хотела спросить. Увернитесь, а я спросу. Ага. Ну, надо потеряевские. Ну, недолго только. По времени. Ага. Умер. 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 Давно уже. Уже в Москве живет. Иосиф умер. Ага. Иосиф умер. Иосиф умер. А сейчас Павел, Игнать, и Аким. Ага. А девки-то? Девки все живые по милости Господне. Ну и слава Богу. Ага. Валя-то здесь. Потеряевские живет. Ага. Со своими детьми. У нее уже семеро. Слава Богу, хорошо все. Все хорошо. Приезжайте. Может потеряйся, кто привезет вас. Ой, да кто меня привезет? А, Геннадий этот. Геннадий Шерстобитов? Да, Шерстобитов. Попросите, он вас привезет. Приезжайте. Побеседуем о спасении души еще. Побеседуем. Мы на Благовестии в селе Урывка. Урывки. Это 10 километров от Потеряевки. Это брат Сергей. Брат Сергей, дрессировщик собак. И как раз ему попалась собачка. Собачка-охранник. Вон он, хозяин идет. Там, на огороде. Вот так, значит, нужно камеру брать, да? Да, молодец, молодец. Молодец, молодец. Здравствуйте. а вот приглашаю вас на беседу у на три часа дня сегодня беседа о боге о спасении, о Христе, о Библии дарим вот такие приглашения в вашу библиотеку завезены книги несколько лет назад мы здесь были у вас выход в интернет есть? дома? нету доступа в интернет? по компьютеру? нету почему я верю? такую брошюрку дарим она не православная, но очень хорошая приходите на 3 часа на 3 часа беседовать, баба, о Боге о Христе вся наша жизнь очень быстро пройдет останется вечность а где мы будем в вечности? в аду или в раю со Христом? храни Господь и Матерь Божия с Богом никого не слышно, не видать почтовых ящиков тоже нету вход в корчено были, а здесь нету вот что мы оставляем в таких случаях если никого нету приглашение в библиотеку слава Богу за все аллилуйя в библиотеку в библиотеку к 3 часам приходите а если к трем не сможете то можете книги брать читать проходить православные конечно не сможете я вот и мечтаю а такая книга есть у вас? к чему я верю? молодежь молодежь не верю не ходит молодежь? такая книга читали? возьмите, почитайте очень хорошая она хоть и не православная но там все правильно написано маха верующая, да? ну ладно, с помощью я вот сейчас небольшая книжка маха верующая, да? да, ну ладно, с помощью как сказать, дети пришли человек 7, да? четверо детей и трое взрослых и клуб открытый мы не договаривались открытый клуб так, наверное, Господь делает и вот сейчас проведем беседу слава Богу за все пришел Геннадий Шерстобитов были у него в гостях вот он его домик можешь показать тут рядом приглашали все село прошли мы всех приглашали ну, некоторые дома были пустые уехали оставляли просто приглашение в библиотеку библиотека сейчас закрыта с 1 августа там отпуск обычно в это время летом в отпуске работники взлетели так, ну что, пойдем на беседу без двух минут вот наш российский флаг попросил попросил, чтобы попросил, чтобы его попросил попросил Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 как бы на Христе, то есть вся вина пала на Нем, и Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, и умер за грехи наши, но Он воскрес. Почему мы на Пасху вспоминаем это событие и поем «Христос воскресе измертый», друг друга приветствуем, «Христос воскресе», а в ответ что говорим? «Воистину воскресе», да? Вот что для нас сделал Господь, и веруя в Него, мы можем спастись от грехов своих, а грехов у нас очень-очень много. Если бы кто-то был такой, который бы постарался искупить, то такого не найдется. Только мог Спаситель мира, Бога-человек, это сделать, Сын Божий. Это только возможно Богу, но не людям, чтобы искупить другого, даже не то что другого, а свои прегрешения. Это невозможно. И вот, необходимо веровать во Христа, потому что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Господь говорит, вот дело Божие, чтобы мы веровали в того, кого Он послал. Вот это вот первое дело необходимо каждому из людей делать. Вот дело Божие, чтобы мы веровали в того, кого Он послал. Веровать в Спасителя мира, что Он мой лично Спаситель. Не просто Спаситель мира, обобщение вот такое. Иногда говорят, я знаю, что Он Спаситель мира. А является ли Он твоим Спасителем? Если Он является, то Он твой Господь, Господин. И ты Ему служи и поклоняйся. То есть, следующий шаг. Веровать во Христа. Следующий. Уже творить добрые дела во имя Иисуса Христа. Но таких людей тоже много. Которые веруют, отдельно живут, никуда в церковь не ездят, не принадлежат никакой, так скажем, церкви. Необходимо войти в церковь. В та церковь, истинная церковь, которая идет от Христа. Дальше Господь даровал власть именно благовествовать и священнодействовать апостолам. Рукополагать других учеников, пастырей. И так дальше это рукоположение передается вплоть до нашего времени. Это единая вселенская церковь. Она в IV веке стала называться православной. Православные – это от двух слов правильно славить Бога. Чтобы ясно это было, легко запомнить. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно, и во веки веков, аминь». Вот в этом прославлении Пресвятой Троицы заключается, в этой краткой молитве заключается все православие. Мы верим в Пресвятую Троицу, в Отца и Сына и Святого Духа. У нас есть символ веры. Необходимо быть в этой церкви, в той церкви, которую основал Сам Спаситель. Господь говорил, что «Я создам Церковь Мою». И врата Ада не одолеет ее. На семь камней он обращался к Первому Верховному Апостолу Петру. 12 июля – праздник Петра и Павла. Помните? Вот на этом камне он создал церковь. Пять церквей, где сохранилось рукоположение. Это православная церковь Копская, Сирская, Григорияно-Армянская и Католическая. Пять. Где рукоположение именно от Христа сохранилось. Но у нас по преданию от апостола Андрея, который дошел до того места, где в будущем Киев, возник город Киев. И там водрузился крест. Это по преданию. Вот рукоположение апостола Андрея. У католиков от Петра вот эти пять именно церквей, где сохранилось рукоположение. Господь призывает изучать Священное Писание каждый день. Каждодневно, утром, вечером, а то и в другое время необходимо читать Слово Божие. Вот мы с вами сколько раз поддерживаем плоть свою, едино. А для души пища – это Слово Божие. И Господь говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете, иметь через них жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне, о мне, о Христе. Нужно читать Библию. Златоуст говорит, даже если не понимаешь, читай. Дьявол, он хорошо понимает и знает, что нам для спасения нужно. Для спасения души нужна молитва, чтение Слова Божие. Нужно поститься, это как средство достижению спасения. И дьявол знает, что человеку этого, ну как бы сказать, не нужно, и преградить доступ к этому. Поэтому он внушает нам, ну я ничего не понимаю, я читать не буду. Вот бывает, несколько лет у человека Писание, Библию, а читал ли ее, спрашиваешь? Нет, почему? Все суетимся, как вот говорят, белка в колесе, да, надо детей поднять. Детей подняли, внуков, все обеспечены, дети, внуки, что еще надо? Уже и ноги не ходят. То есть мы дождемся и придем к тому месту, к тому домику маленькому, гробом, который называется. Все придем. Бывает, спрашивают у детей, ну ты умрешь или не умрешь? Нет, я буду жить. Но ребенок еще не понимает. А уже взрослый так не будет говорить. Может, юноша уже задумывается, может быть, некоторый. А иногда и вообще не думает об этом. Живут в свое удовольствие, не думают. Все мы придем к этому моменту. Смерть это переход в вечность. Но какая вечность за гробом? Мы должны сейчас готовиться к этой вечности. Там два пути, или ад, или рай, говорит Господь. Вот верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем, говорит нам Священное Писание. Это Господь говорит. А мы и я, лишь только посредники, передаем вам эти слова. Так вот, мы посланники от имени Христа. Чтобы вы обратились ко Христу. Чтобы вы не оставались вот в своей, как говорится, скорлупе, на своих дрожжах сидели. Это в Писании тоже говорится. Что кто сидит на своих дрожжах, того Господь посетит. И такой человек потерпит наказание. Вред ему будет. Поэтому не нужно сидеть на своих дрожжах. Нужно посвящать свою жизнь Богу скорее. Время близкое. Уже локальные войны нам показывают. Господь об этом говорил. Что услышите о войнах, о военных слухах, не ужасайтесь. И сейчас это уже происходит. Мы видим, то Сирия загорелась, то Украина, то Палестина. Об этом в Писании все говорится. И ближе к нам может подойти. Нам нужно примириться с Богом. Примириться, покаяться. Изучать Священное Писание. И каждый день у нас должна быть установлена вот эта двусторонняя связь. Ну, когда мы по телефону говорим. Я говорю, меня слышат там. Кто-то там говорит, я слышу. Ну, представьте, что только меня слышат. Или наоборот, только я его слышу. Что будет полноценный разговор? Нет, конечно. Так вот и с Богом. Господь говорит нам через Священное Писание. Через Библию. Вот она, Православная Библия, 77 книг. А то, что мы говорим Господу, это в молитве. Вот эта двусторонняя связь постоянно должна быть. Ну, и Писание нам говорит, что непрестанно молитесь. Непрестанно. Даже что-то ты делаешь, и про себя молитву Иисуса утвори. То есть это можно везде. Господь близ на самом деле. Мы удалились от Него. Наши грехи разделили. Вот это вот, как бы сказать, стену поставили. Средостение между Богом и человеком. Наши грехи. Об этом пророк Исаия еще говорил за 700 лет до Рождества Христова. И вот Писание, Библия, 77 книг православные. Те книги, которые были написаны до Рождества Христова. Это Ветхий Завет. А книги Нового Завета после Рождества Христова 27 книг. 50 в Ветхом Завете, 27 в Новом Завете. Всего 77 книг. Библию православные, к сожалению, не знают. Или знают очень плохо. Сектанты знают хорошо и легко склоняют православных к сектантству. Поэтому мы и организовали такое движение, как бы противоположно сектантскому, чтобы православие знали люди. Ваша библиотеки вот здесь, она, кстати, работает, я спрашиваю. Ну, сегодня закрыта, а вообще работает. Мы привозили несколько лет назад книги. 38 книг. Игнат Тихонович Лапкин, автор. Он издал по милости Божией. Ну и краткий обзор я сделаю. Как бы напомню, о чем эти книги. 30 томов открытым оком. Это вопросы и ответы, когда задавали Игнату Тихоновичу по Писанию, на различные темы он отвечал. Вот, можно сказать, на все случаи жизни там вопросы и ответы. Что, что касается семейных отношений, веры, политики и так далее. Это все открытым оком. В чем смысл этого названия? Это тоже взято из Библии. Открытым оком смотреть на события, которые в жизни происходят. Через призму священного Писания. То есть, чтобы разум твой был просвещен и правильно понимать события, что с нами происходит. Вот, мы, читая Библию, как бы око у нас духовное открывается. Открытым оком смотри. Вот поэтому такое удивительное библейское название. Открытым оком. 30 томов. Там и проповеди, и тематические занятия туда входят. То есть, это огромное наследие нам Господь оставил через этого православного миссионера. Далее, три тома толкования Нового Завета. Новый Завет, я говорю, что здесь 27 книг. 27 книг. Это Новый Завет, книги написанные после Рождества Христова. Полностью толкование вышло. Трехтомник. Это от Евангелия от Матфея до Откровения. Толкование блаженного Феофилакта. Он жил в 11 веке. Это православный архиепископ, болгарский. Это толкование продается во многих местах. В Московской Патриархии, в церквях. Да и в Тюменцево, думаю, есть. Ну, а здесь удивительно то, что издание в трехтомник соединилось. И священное писание именно на русском языке. Не на церковном славянском. Еще какие книги. Для Слова Божия нет уз. Это биография Игнатия Тихоновича, как он был в пяти тюрьмах в советское время за исповедание Слова Божия. И там документы, многочисленные статьи. Статьи из суда, то есть, как его судили. И другие статьи. Симфония по житиям. Это личная его наработка. Симфония на неканонические книги тоже. Игнатий Тихонович Лапкин это разрабатывал. И сборник стихов. Всего 38 книг. Стихи он некоторые писал в тюрьме, когда сидел в советское время. Стихи необычные, основанные на священном писании. Ну, кто не знает священное писание, то много, наверное, будет непонятно. А кто читает, то стихи он увидит, что это необычные темы. Вот 38 книг. Вот эти книги вы можете брать и изучать. То есть, надо начать с самого себя. Святитель Иоанн Златоуст, это 4-5 век от Рождества Христова, говорил, ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Начать с себя сего дня. Вы услышали призыв обратиться ко Христу? Сегодня дома откройте Евангелие, почитайте. Ничего нет, никаких препятствий. Препятствия только в нас. Только в нас. Ну, когда что-то уже случается, какие-то там потрясения, потери близкого человека или еще что-то, мы начинаем обращаться к Богу. А почему же, когда хорошо, мы не благодарим Бога? Вот себе каждый вопрос задать. Сегодня мы в Сталин, никаких здесь снарядов нету, как в Донецке, Луганске, да? Тихо, мирно. Так поблагодарить Бога за то, что сегодня дивное утро было. Да, что-то там не так, где-то там что-то, но это все мелочи по сравнению с тем, что происходит в горячих так называемых точках, где люди гибнут. Они уже не увидят этого солнца, уже не будут дышать этим воздухом. У нас, по сравнению с ними, можно сказать, райское место. Что нам еще нужно? И вот все равно душа человека настолько пала, настолько она удалилась от Бога, и человек ищет удовольствие греховное, а не божественного, к сожалению. Поэтому нужно начать с себя, изучать книги. Они имеют возрождающее действие, души возрождаются. Я лично пример приведу в моей семье. Когда я уверовал, сестра уверовала через 9 лет, в Заяловском районе, в райцентре в Заялово живет. Потом родители обратились, стали верующими православными, христианами. Стали читать книги. Я приезжал-то изредка туда, в Гелевку. Геннадий Павлович знает, что я ездил. Как-то и у вас тоже заходил, был в гостях и говорил об этом. И приезжаю, книги привожу, дальше я уезжаю. Они читают, читают, души стали меняться. То есть нужно начать с самого себя. Молиться, просить у Бога духовного рождения свыше. Нерожденный свыше не увидит Царствие Божие. И если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие, говорит Господь Иисус Христос. Рождение свыше – это уверование, это принятие Христа в свое сердце, принять правильное крещение, погружение. Вот в книгах наших, здесь в библиотеке, все об этом говорится. Есть такая книга «К истинному православию». Кстати, я, по-моему, упустил, а не сказал. Там говорится о многих важных темах. О слове Божьем, о молитве, о крещении, о покаянии. То есть многие, считая себя православным, не знают православной веры, к сожалению. Вот это наша беда современного православного человека. Нужно узнать. Православие – это самое чистое святое на земле, что есть, что нам Господь оставил. Просто мы не знаем. Ну, в нашем представлении просто приехать в храм, поставить свечку – это еще не все. Вот. Это возрождение, это изменение человека в Духе Святом. Познание Иисуса Христа, познание воли Божьей, исполнение заповедей во Святом Духе. Это благовестие, что очень редко в православной церкви. И когда мы вот ходили по деревням, удивлялись, так вы не сектанты, сколько раз вопрос задавали. Нет, православные. Да православные вроде так не ходят. Да мы вот напротив, сектантскому движению пошли, чтобы как-то вот эту тьму сектантскую рассеять, чтобы свет православия высеял. Из современных проповедников, миссионеров. Вот известный Олег Скиняев, мы недавно смотрели в интернете его беседы с сектантами. Он был в Потеряевке, знаком с Игнатом Тихоновичем. Очень хорошо он ведет полемику с сектантами. Доказывает на основании священного писания, что они не церковь, а секта. Вот. И вот это вот движение необходимо, чтобы оно расширялось. Мы и призываем православных, чтобы они ходили и проповедовали. Но вот, по милости Божией, в Москве там был Даниил Сысоев. Он в 2009 году, его убили, может быть слышали. Он проповедовал среди мусульман. Тоже православный миссионер среди мусульманства. Он так любил мусульман, что отдал жизнь свою. А у него трое детей осталось и жена. То есть ни перед чем не остановился. Удивительно тоже. Это героизм, мужество. Именно в православной вере. Он как священно-мученик. Почему? Потому что пролил кровь ради Христа. Ему угрозы были неоднократно. И он говорил, вот 14 раз угрожает уже. Звонит на телефон сотовый. И говорят, если ты не прекратишь проповедовать, мы тебя просто устраним физически. Он говорит, как здорово прямиком в рай на небо попаду. То есть по нашей вере, те, кто кровь за Христа проливает, никаких мытаж не проводят, как факел восходит на небо. Вот он так верил. И мы верим, что он на небе сейчас сияет, как звезда рядом с Иисусом Христом. Потому что пролил кровь именно ради Христа. Проповедовал среди мусульман, обращая многих иноверцев к вере истинной, к православию. Но Геннадий Фаст, протеерея, он сейчас в Абакане, он обратился от проповеди Игната Тихоновича. Был сектантом, минонитом, стал православным. То есть кое-где возникают такие возрожденные пастыри. Об этом необходимо молиться постоянно, чтобы рождение свыше было у мирян и у священников. Чтобы вот так же шли и проповедовали. Ну у нас какие возможности? Мы вот сегодня вчетвером приехали, в Корчино, в Пятером были. Пока больше нет у нас сил. Но по милости Божией обходим и созываем в одно место. Призываем ко Христу. Повторюсь, что мы не к себе зовем, потеряя, переходи к нам. Туда приедете, может посмотрите на нас, скажете, о, да какие же мы верующие, может быть и так. Мы зовем ко Христу. Чтобы вы на нас не соблазнились. Вы приезжайте в Тюменцево, туда к местному батюшке. И там обращайтесь ко Христу, исповедуйтесь, причащайтесь. То есть, чтобы именно вы стали православными. Не по внешнему виду, не по названию только, а по внутреннему состоянию. Кто Духа Христова написано не имеет, тот не Его. Необходимо, чтобы Дух Святый в вашей жизни руководил. Сегодня вот воскресный день, мы по многим деревням ходили. Ну и иногда подходим и там вызываем хозяев, чтобы пригласить на беседу. Нету их здесь, а где на огороде. На огороде там что-то делают. Ну, немножко побеседуют, что седьмый день-то Господу Богу нужно посвящать. То есть, вот видите, что мы не научены, не ученые, как говорят, как топор не точеный. А в шесть дней, если будете работать так, что поти в своем хлеб будете добывать, уже седьмый день вы будете Господу посвящать. То есть, мы забыли Бога, оттого и все у нас. Иногда жалуемся на кого-то. Правитель не тот, сосед не тот. Да и муж не такой, да, или жена не та. Вот что-то такое бывает у нас часто. Кого-то обвиняю. Начни с себя. Я не такой. Оттого у нас все так в расстройстве приходит, что мы забыли Бога, оттого и все у нас. Вот эти все бедные. Это говорил Солженицын, когда получал вот эту... Вопросы потом, в конце беседы. И вот Солженицын сказал Александру Исаевичу эти слова. Мы забыли Бога, оттого и все у нас. Он в тюрьме уверовал. И он, когда уже из тюрьмы выходил, верующий был. Благословляю тебя тюрьма. Такие слова произнес. И в архипелаге, в улаге об этом пишет. Как это... в тюрьму попасть же, это же все. Некоторые там на себя и руки накладывают. Скажется, все потеряно. Ничего подобного. У него большие изменения произошли. Благословляю тебя тюрьма. Вот как он сказал. То есть, в любой ситуации, где бы мы ни находились, что бы с нами ни происходило, это все Господь нам посылает. Сломал ли руку, ногу ли, что-то заболело где-то. А вспомни, какую жизнь ты провел греховную. Что-то дети не слушаются. А вспомни, ты слушался родителей? Может от тебя бумеранга возвращается? В Боге все меняется. Все по-другому. Семья воспитана, дети воспитаны во Христе. Это уже будущие порядочные правители. Или учителя порядочные. Они не будут говорить о том, что мы от обезьян произошли. Вот я сам учителем работаю 12 лет. И в книгах до сих пор по биологии все об этом говорится. Это специально враги. Враги христианства это выпускают. До сих пор, чтобы в сознании их поселить. Такую мысль, что Бога нет. А потом придет дядя Антихрист, поставит печать. Это уже приближается. Все же говорят об электронных технологиях. Вы же в курсе. Слышите это? О чипах. Чтобы им потом легко поставить и тотальный контроль устроить. Это к этому и идет все. Вот они подготавливают через эти учебники. Через прессу, через интернет. Там такая грязь идет. И это все подготовка к пришествию Антихриста. Вот эти локальные войны. Мы не должны ужасаться. Христиане с древних времен шли на страдания с радостью. С радостью и с мужеством. Почему? Потому что они знали, что вот это страдание, это как миг. Переступить один шаг и ты на небе со Христом. Видите, у христиан другой взгляд, другое мировоззрение. Это все Господь дает понять Духом Святым. И вот необходимо, чтобы вы каждый занимались эти книги, брали, изучали. Хотя бы один какой-то том взять, начать по молению почитать. И у вас будут перемены в душе. Если вы начнете молиться, просите Господа. Покажи мне, Господи, устрой мой путь спасения. Вот в таком состоянии, в каком мы сейчас живем, это неправильно. Во грехах мы живем. Оттого у нас многие болеют и умирают, не зная пути истины. Многие гибнут молодые. Ну много же сейчас того, что пьянство, наркомания. Вот эти, как говорят, дурные привычки. Не просто дурные привычки, это беснование. Беснование именно молодого поколения. Да и пожилых тоже. Раз вот эти дурные привычки. Где грех, там бес обязательно. Зачем человеку курить табак? Ему это не нужно. Но так Сатана его настроил на это, чтобы он это принимал. Иначе бы Господь сотворил человека с какого-то трубого хлопного или что-то еще было. Но нету этого. То есть человек сам это выдумал, а Сатана его нашептал точнее. Или наркотики и прочее. Поэтому, видя все это, не нужно отчаиваться. Нужно самому направиться к Господу и ближних вести ко спасению. И если бы вот так вы собирались постоянно, где-то даже по домам, можно было вести занятия по Слову Божию. В наших книгах это все есть. Третий том открытым моком, да? Там вот как раз говорится, как проводить занятия. Кружок небольшой по изучению Библии. Прямо на дому. И вникать в Слово Божие. А что же говорит мне Господь? И тогда у вас будет духовный рост. То есть надо постепенно идти куда-то. Вверх, а не вниз. Ну вот, вкратце я рассказал, для чего мы приехали к вам. Что это миссия любви. Чтобы вы обратились к Христу. Может кто-то еще что-то дополнит? Сестра Надежды. Ну давайте вопросы вначале. Какие вопросы у вас возникли? Что непонятно может быть из моих слов. Виктор Николаевич, у меня такой вопрос. Ну вот я слышу частенько разговоры. Меня спрашивают. А Потеряевский это та же секта. И вот еще продолжим. У меня были гости из Новосибирска. Прошел в году. Вот мужчина молодой. Он хотел встретиться. Потеряевки. Я говорю, ну приезжай, встретимся, съездим. Нынче он приезжает и молчит. Я говорю, а что ты желал? Потеряевку съездить. Познакомиться с батюшкой. Он говорит, ну он там в церковь ходит. Не знаю. В церковь или куда он ходит. Ну куда-то ходит. Верующий тоже. Как бы. И он говорит, а наш наставник. Он говорит, я знаю Лапкиных. Ну, Игнатий Тихонович. И что у них секта в Потеряке. И поэтому я не поеду. Вот как различить нам простым людям. Секта это. Бог един. Какая причина. Нет. Нет. Ну вот сейчас объяснял. Подождите. Как различить нам, вот простым людям. Секта это или не секта. Простым людям. Вот где есть священство и епископство. Это церковь. Вот у нас есть священник, отец Иаким. Вы лично с ним знакомы. А у сектантов там нету священства и епископства. У них есть, называется, пресвитер, пасты. Вот человек, вот, знает, вот, любой, вот, знает, потеряющий священство. Сектанты, наверное, на Иисуса Христа не верят никто. Вот как. Что, что, подробно? Сектанты, на Иисуса Христа, что Сын Божий, они не должны верить. Почему? Я недавно прочла, что принимайте всякого в доме, который верит, что Бог един и Иисус Христов, Сын Божий и Святой Бог. Этого принимайте. А который, говорит, не отрицает Христа, то вы не принимайте, а то будете соучастником в своих делах его. И я думаю, что раз вы Иисуса Христа проповедуете, я все, я даже не спрашиваю, а сектант вы или нет. Подожди, да? Да. Что Иисуса Христа, что проповедуешь. Я сам-то я понимаю, но как вот людям... А книги надо... Я вам сейчас объясню, я так понимаю, свое мнение. Дело в том, что, как бы, в мужской жизни, как бы, ну, мы не так живем. Другие интересы, в телевизор все работают, а там они живут и нет. Общины, утром встали, помолились, вот как бы, вот так вот. А как вся Россия жила раньше, в монастыре. Нет, нет, вы просто не поняли. Как бы, жизнь одна, интересы одни. И вот, там, помолились, праздники там, все это, как бы, у вас вот живете, вот, именно как Богом. Так, что ли, можно сказать? Я знаю, допустим, вот, Исбайя, у моей сестра, сразу. Если вот, они садятся, допустим, ну, я знаю, как вы перед столом, это, перед обедом, допустим, молитесь на икону, все это, да, как православные, да? А вот у них, допустим, они говорят, что на иконы нельзя молиться, это идолам какому-то вы поклоняетесь. Вот. Ну, это баптисты? Ну, вот, я и что на речь веду? Вроде все верующие, но почему-то они так объясняют, люди так объясняют. Это просто вовремя. И, понимаете, вот почему-то у баптистов-то, у них больше возможности вот это, как бы сказать, проповедовать и прочее, прочее. То ли у них какие-то деньги отпускаются на это откуда-то извне, или как. Вот вы же сами сказали, что у нас, у христиан, вы, значит, не можете, у вас нету большой возможности ездить там, это самое, проповедовать это. Вы же не отрицаете иконы? Нет, конечно. И Божьей Матери? Ну, я-то у них был, я знаю, каждый год бывает, год не по разу было. Это образ Божий. Ну, как мне людям доказать, что это не... Вот я в чем вопрос. Если, видите, вы не знаете до конца православного учения, то вы и сектантское учение, вы не докажете людям таким невежественным. Просто они говорят, вот, да, мы там в Потеряевке живем, обособлены, да, это сектанты, это лапкинцы, и там еще как-то клемят нас. Это невежественные люди, которые сами не знают православного учения. А чтобы доказать, нужно хорошо знать священное писание. Вот я и думаю, если бы он знал, он бы ему доказал. Но я думаю... Православных, к сожалению, не знают священное писание. И вот он не поехал, хотя в прошлый год он был у нас второй, поэтому... Визиточку можно было ему дать, такой сайт. Да, кстати, я доволен. Да. Как ему доказать? Если он уже, как говорится, избрал этот путь, и ему и не докажешь. Нет, он еще не избрал. Вот он хотел познакомиться, а нынче уже не... Хотел бы, приехал тут рядом. Ну, понятно. Хотел бы, приехал. Так, еще вопросы? Еще вопросы. Можно рассказать вкратце, как вы там ездили с Аймон, Дальний Восток и... Вот, да, понятно. В этом году у нас была миссия Европа. Мы ездили по европейским государствам, вот, и доехали до Лиссабона. Но через Украину мы не поехали, понятно, по каким причинам там война. И взяли на юг там наши друзья, город Шахты, побывали у них в гостях, а потом поехали в Грецию через Дагестан, Азербайджан, Грузия, Турция и Греция. В Греции наши друзья, там, Плотниковы, слышали, да? Да. Дима и Марина. И вот, проезжая по этим государствам, особенно Турция, удивительно было, насколько она благоустроенная страна, дороги какие, какое строительство, поля как устроены. То есть, это труженики турки. В Грецию заехали, это таможня Турции, Греция была самой-самой легкой, минут 20-25 там были всего. В Греции побыли мы одну ночь, там собирали людей, хозяева, хозяйка и хозяин. Баптисты приходили и другие знакомые, были беседы. Все это можно посмотреть на нашем сайте, точнее на канал Ютуб. Вот то, что визиточки мы раздавали, если не у всех есть, у кого есть выход в интернет. Вот, и с обратной стороны здесь канал Ютуб. И вот эти ролики можете увидеть там более подробно. Ну, здесь интернет хороший у вас или нет? А то вы сегодня говорили, что скорость не очень хорошая. С Грецией мы на пароме переплыли, это все на газели было. Газель, вот, она помогла нам в этом, да, прошла вот такое дальнее расстояние. И на пароме переплыли в город Барий, где мощь святителя Иоанна Златоуста. Златоуста, прошу прощения, этого. Николая, чудотворца. Вот. И дальше мы поехали в Рим, были в Ватикане, хотели встретиться с папой римским, но это, конечно, не удалось. Подарили там ему книги. Четыре или пять, я сейчас вообще не помню. Вот, то есть через посредников, через людей вот так получилось. И дальше уже Испания, Лиссабон. Ну, а в Лиссабоне, это столица Португалии, там наши знакомые, верующие, православные христиане. Был там Геннадий Фаст, вот я вам о нем сегодня говорил, который обратился от проповеди Игнатия Тихоновича Лапкина. Еще 70-80-е годы, то есть советское время. И он туда летал, рассказывал о миссионерии Игнатии Лапкине. И там интересный случай произошел. Вообще нас встретили очень тепло, дружественно. Как раз у них окончание богослужения было. У них праздник всех святых, так община и называлось, или точнее храм всех святых. Вот, престольный праздник был. И они встретили нас, накормили. А на богослужении дали слово Игнатию Тихоновичу. То есть сразу же. Как вот мы приехали, мы даже не знали, что так получится. Сам заезд в Лиссабон был удивительный. То есть мы там повернули на окраине города, спросили. Сидело там два или три человека пожилых. Вот. А один только по-английски говорил. То есть как нам проехать? Город большой, он раскинулся. Там длинный, большой очень город. И как проехать, найти русскую церковь. И вот мы через этого человека связались. Позвонили там одной женщине, которая нам по-русски говорит. И она попросила этого Георгий, Джордж его звать, местный житель. И он сел в машину и поехал. То есть повел нас к этой церкви. Он даже в полицию заехал. То есть сам не знал. А тем более мы бы сколько искали этот храм. Вот. Удивительно так Господь устроил. И Игнат Тихонич там выступил в церкви. И один вышел, он он и подьяком. И говорит, буквально за несколько дней до вашего приезда, мы, говорит, рассуждали. Как бы нам больше православной литературы в наш приход-то. Ну мало книг на русском языке. Там же Португалия все-таки, другая страна. А русских довольно много. Там приехали из других приходов. Священник был из другого города. И вот где нам книги приобрести? Есть же, говорит, какой-то там миссионер Лапкин. И вот через буквально два или три дня приезжает Игнат Тихонич. Мы приехали и книги привезли. То есть как Господь делает? Они жаждали? И вот, пожалуйста, жаждущие. Берите слово жизни. Дальше с Лиссабона поехали мы. В Мадрид мы не заезжали. Мы здесь же, в Лиссабоне, оставили книги. Потому что Мадрид еще больше. Там у нас навигатор один сломался. А другой, в такой он, как бы замедленный. Но у него мощность поменьше. И мы с этим навигатором иногда ошибались. То есть он показывает там кратчайший путь или еще как-то. Поэтому ошибки были. И на Мадрид мы не оставили книги. Не подарили книги в самом Мадриде. А оставили в Лиссабоне. Поехали на Париж. Там сломались под Бордо на юге Франции. Оказалось, что генератор там зарядку не давал. Аккумулятор быстро сел. Нас на эвакуаторе притащили на стоянку. И там мы ночевали и ремонтировались. В Париже увидели, какая просто колоссальная библиотека. Это не одно здание. Там четыре здания. Двадцатиэтажные. Тонированные окна. Темные. И там еще под землей целая система коммуникаций. Там ход в метро. Ну, удивительно. И, к сожалению, там книги не применяли. Объяснили тем, что у нас принимается и научная литература, и художество. Но не религиозная. Там нашли они такого человека, который по-русски мог изъясняться. Из Парижа поехали мы в Германию. В Германию. Путь наш изменился, потому что машина стала у нас хандрить, так скажем. Но понимаете, что там русских машин практически нету. Вот где-то мы видели Нивы. Это в Германии. В Греции Нивы наши машины. Популярно довольно. Они в горах довольно так удобные. А чтобы газели и запчасти газели. Но этого нету нигде. Поэтому сломаться для нас это очень неприятно. С собой там кое-что есть, конечно. В Лиге целый собой не будешь водить. И в Германии у нас там своя сестра Валентина с Артисом. Она, кстати, крестилась по Терявке. Приезжала несколько лет назад. У нас своего рода там как бы пункт отдыха был. Несколько дней мы там были. Собирали людей, беседовали. Везде, где мы останавливались, были беседы с людьми. В библиотеках дарили книги. Из Германии уже на Данию, в Копенгаген. В Копенгагене подарили книги. И переехали в Швецию. Через Балтийское море. Там проливы. Но там не паромы, а большие мосты. Длиной километров по 20-30. Такие огромные, гигантские мосты. В Швеции мы сломались капитально уже. И нашли там русскоязычное население. Которые помогли нам именно с тем, чтобы переправить нас в Калининград. И там уже ремонтироваться. А Калининград это Россия. То есть нам нужны были запчасти. Там проверили, посмотрели в ремонтной. И он показал на наш двигатель этот швед. Капут говорит. Капут вот так руки скрестил. То есть двигатели. На Западе обычно двигатели не ремонтируют. Их просто меняют. А у нас там какие-то детали. У них этого нет. И надо разбирать весь двигатель. Но можно было разобрать. Опытный шофер был Николай Кучина. Он дальнобойщик бывший. Но он мог бы это сделать. Но где запчасти взять? А запчасти только в Калининграде. Через одного благодетеля Дмитрий Булкин благословил Господи. Мы там отремонтировались и поехали уже по странам Прибалтики. То есть Прибалтика это Латвия, Литва, Эстония. В Риге, в Таллине везде мы дарили книги по библиотекам. В Риге огромная новая библиотека. 14 этажей. Она в виде какого-то шарообразного здания. Вообще удивительное. Такое нигде не видели. В Париже там 4 здания. Но они в виде таких небоскребов. 20 этажных. А здесь шарообразное. Тоже необычное. И много-много народу. Там приняли книги тоже наши. И дальше из Эстонии мы выехали. У нас ставка была в Калужской области. Примерно 180 километров от Москвы. Где наши книги хранились. Мы планировали еще ехать дальше. Загружаться книгами. И ехать на север до Мурманска. Но машина у нас заболела. Нужно было серьезно ее ремонтировать. Там уже и коробка. Передача стала. Не так работают там посторонние звуки. С переключения скоростей уже. И мы поехали домой. Книги оставили. И стали искать волонтеров-добровольцев. Кто бы мог развести. Ну, прежде всего, конечно, это верующие. Кто бы этим занялся. Уже несколько комплектов. А комплект это 38 книг. В этот комплект входит две коробки. Мы вам привозили 38 книг. Несколько комплектов уже развезли. Там нашелся Михаил, благодетник. Вот наше путешествие длилось 40 дней. Проехали мы 24 тысячи километров. И много было, конечно, интересного. Такой запоминающийся момент. Это Турция. Когда нас на таможне не пропускали. А связано было с тем, что у нас на газели стояла, ну, как это назвать, пломба. Пломбировано было. Вот. И для этого, чтобы проехать границу, нужны специальные документы. По договоренности между Россией и Турцией. Мы этого ничего не знали. А у нас документов этих никаких нет. Они давали требовать с нас деньги. Сначала там, сейчас не помню, 300 евро или 400 с этого началось. Потом больше 500-600 просили. Просто мы встали прямо на таможне и стали молиться. Вот. Немножко побеседуем, отдохнем и снова на молитву. И вот такой накал у нас был молитвенный, так сказать. Люди проходили, фотографировали нас. Там вынесла женщина, работница таможни нам чаю предложила. То есть тут же Господь нам давал тех людей, которые сочувствовали и проявляли милосердие. Даже, ну а там, в Туркии, это мусульманская страна. У них на флаге же полумесяц, если знаете, да. И на следующий день Господь все вот эти преграды устранил и нас пропустили. Нисколько мы не заплатили. Вот так Господь чудесно делает. Вот 40 дней. Вернулись мы в начале июля, уже скоро два месяца будет, как мы с путешествием. В Барнаул мы приехали 4 или 5 июля. 40 дней в пути, 24 тысячи километров. А в прошлом году мы проехали несколько стран Европы, восточной Европы. Польша, тоже были в Германии, Чехии, Словакии, Словении, Венгрия, Австрия, город Вена. И доехали до Болгарии. Вот эти страны. Ну и юг России, Ставрополье, Краснодарский край, вплоть до Сочи. Вот мы там были. Везде по библиотекам дарили книги и были беседы с людьми. В прошлом году проехали 30 тысяч километров. Ну а два года назад Игнат Тихонович вместе с двумя братьями, с другими братьями, доехал до находки Владивостока. И везде в этих городах тоже дарил книги. Вот теперь наши книги на всю Евразию. Вот вкратце так. Ну я когда, знаете, к родителям приехал, стал рассказывать. Время-то я посмотрел. Получился мне час 50 минут рассказывать. То есть ты все подробно рассказываешь. Это даже не подробно. Поездка такая, что сам человек это организовать не... Видите, мы ехали, и за нас молились тысячи людей. И православные, и неправославные. И мусульмане. Среди мусульман у нас были встречи. У нас друзья в Баку живут. В прошлом году мы были у них в Баку. Самира. Самира, она собеседница в переводе означает. Правильно, да? Да. Вот там мы ночевали у нее. Она очень расположенная. Она читает и Библию, и Коран. И знает несколько языков. Сама преподаватель Корана. Говорит по-русски, по-азербайджански, по-арабски, на каких-то только языках. И муж у нее, мол, вот мы в этом доме ночевали. И вот они молились тоже за нас. То есть, это, конечно же, без Бога этого сделать невозможно. Если кто-то скажет, да я могу тоже проехать путешествие. Это просто путешествие. А здесь вести книги и дарит сам автор книг. Понимаете, это уникальный случай в истории. Мы когда на обратном пути ехали, возвращались и заехали в Нижний Новгород, где эти газельки собирают. Встретились там с руководством, с конструкторами, с главным конструктором. Они, конечно, поняли, что случай уникальный. Для них это большая реклама, что газель такого типа, а она двухмостовая, грузопассажирская. И чтобы на ней ездить на такие расстояния, это нигде такого не было. Да и не будет, наверное. Нам говорили, знающие, понимали, что она рано или пол, сто тысяч проедет, что она у вас станет. Но, понимаете, другой возможности у нас не было. Средства нам не позволяли взять другую. Да и денег-то. Допустим, у меня зарплата восемь тысяч. На восемь тысяч куда поешь для Лиссабона? Даже до Новосибирска съездить, и то надо задуматься. А тут до Лиссабона. Поэтому находились спонсоры, Бог так располагал людей, которые просто нам помогали Божьей милостью. И вот они, главные конструкторы, другие, сразу нам помощь оказали, в сервис направили, коробку нам отремонтировали. И вслед за нами корреспондентов местной газеты «Автозаводец» выслали, которые интервью тут же у нас взяли, фотографии сделали, сфотографировали нас. То есть, лучше уникально они это поняли, для них это какого рода реклама. Обычно где газельки такие бегают, работают? Ну, знаете, скорая помощь, там железнодорожники, там же у них, у этой газельки, будка, что-то положить туда. Да, то есть, какие-то там ремонтные штуки. Да, и семь человек вместе с шофером может сеять. То есть, вот такая грузопассажирская, бездорожье, она хорошо идет по плохой дороге. Несколько раз нас уже второй мост выручал, были разные случаи. И вот приехали, по милости Божьей. Ну, дорога тоже там началась, что-то вентилятор встал, он автоматически должен включаться, определенная температура достигает уже. То есть, стало она уже ломаться. А как люди вот относились к вам? Ну, восхищались, удивлялись. И то, и другое восхищение, удивление, что... Из России, из Лапотной. Да, и вот в Лиссабоне, я там перехожу дорогу, и идет человек навстречу, на чисто русском. Я, говорит, из Харькова, это из России приехали. Наш автопром еще жив такой. Вот какие машины у нас делать? Я говорю, да, с помощью Божией. Ну, то есть, удивляется, что мы, конечно, на газели решили поехать на такие дальние расстояния. Это, конечно, удивительно, уникально. Чтобы это повторить, я скажу, это невозможно. Чтобы сам автор это дарил. Ну, то есть здесь, конечно же, любовь к Господу, любовь к людям, донести благую весть о Христе до сердец людей. Вот эти книги, которые имеют возрождающее действие, тоже донести вот эти книги, эту пищу духовную. Чтобы люди сами... Вот мы уезжаем, а что от нас-то остается? Человеку, вот мы сейчас многое говорим, что вы сейчас запомнили? Уже, наверное, многое забыли, да? Человеку свойственно забывать. А тем более дьявол похищает, как в притче Господь рассказывал. В семер вышел сеятель сеять, и одно упало при дороге. Налетели птицы, поклевали то. Одно упало на каменистые места, и как солнце зашло, оно увяло, засохло. Другое упало в тернии, выросла терния, заглушило то. А третье, четвертое, упало на добрую землю. Мало спасающихся, из этой причины узнаем, что лишь четвертая часть. Да и из этих тоже дойдут ли до Царствия Божия, если будут бодрствовать и трезвиться. Вот, и дьявол похищает вот это семя, брошенное на различные почвы сердец людей. Как он? Он как птица прилетает, ой, что-то там говорит проповедник. Да это неправда. Пойду я лучше домой, буду там что-нибудь своим заниматься, да? Это похитил дьявол, эту мысль посеял, это неправда. Или тернии, когда растут, что это означает? Заботы, заботы у нас с утра до вечера, и воскресный день заботы. Вот эти тернии заглушают Слово Божие. Ой, да я не понимаю, первый раз, первый день, может быть, главу открыл, прочитал, второй день уже полглавы, а третий, а вообще, все уже, да, Библия, что там Библия-то? Вот лучше я посижу, футбол посмотрю, да, и все, и дьявол все это заглушает, а дальше-то смерть с косой приходит. И вот есть такой рассказ, что приходит смерть, образ, знаете, с косой, да, такая страшная человек, а он так удивлен. Да ты хоть предупреждала, я не готов, ну давай вот через пять лет. Ну хорошо, говорит, приготовься. Ну проходят годы, опять она приходит. Ну что-то я, слушай, в этот раз тоже не готов, вот на следующий раз приготовлюсь точно. Ну смотри, говорит, в последний раз. Приходит она уже там в третий раз, конечно же, снова нет, теперь, говорит, все, я тебя забираю. И вынула душу. То есть, о чем вот этот рассказ к Крису, что человек живет беспечно, не готовится к вечности. И кажется, вот я приготовлюсь, а потом все это, да ладно, это же когда-то будет. Величайшая победа сатаны и в этом и заключается, что он внушил, что нету его и нету Бога. Вот сам человек как по себе живет, но это ложь. Мы не сами по себе. Если бы наши духовные очи были открыты, здесь много-много бесов бы увидели. Но они настолько страшные, говорит Серафим Саровский, был такой святой, причисленный к лику святых. Настолько страшные, гнусные, что маленький бес может весь земной шар перевернуть. Настолько он сильный. Но Бог удерживает их силу. И Он, Господь, дает нам лишь только побеждать их, побеждать. И они нам внушают мысли, но не имеют такого сильного доступа. А если бы Господь эту защиту убрал, они бы в раз нас уничтожили. Вот так святые отцы толковали. Настолько они страшные, гнусные. И Господь нам не дает этих видов. Но побеждать мы можем силой молитвы. Молитвой и постом. Все роты сгоняются молитвой и постом. Вот так. Почему мы постимся, почему молимся? Ну, еще вопросы какие-то. Благовестие. Что? Благовестие. Вопросов нет? Вопрос есть. Ну, пожалуйста. Ну, вот вопрос какой. Бог, как его сейчас назовут, Евгова, да? Погромче. И бесы чертили кто. А почему он их не уберет, чтобы они нас не смущали, елкей? И не мешали никому. Все, вопрос закончился, да? Все. Вот об этом я уже сейчас сказал, если внимательно слушали. Бог так сделал. Вот как святитель Анзатаус говорит. Если выходит борец, и второй рядом, начинает там бороться. То есть противоборством. И кому-то достается награда. Он того на лопатки положит, да? Вот противоборство сейчас человека с дьяволом. А Бог нам помогает в этом. А если нету этого второго борца, как венцы может человек получить? Венцы, награду. Об этом Златоуз говорит. Вот нужно получить нам награду. Поэтому Господь нам дает такого борца, который противоборствует нам. И дает настолько, чтобы мы могли его победить. А человек настолько опускается, что скотоподобный, даже хуже скотов жизнь ведет. То есть так опускается. Почему? Не зная Бога, он доверяется кому? Слушает голос дьявола. Хотя думает, что сам по себе живет. Пьянство не просто болезнь, это беснование. Человеку не надо столько пить, чтобы семья распалась, чтобы он в такое состояние пришел. В зеркало-то посмотри, на кого стал уже похож-то пьяница. Уже там не кожа, а как сапог кирзовый. И печень, и все там больно. Зачем это человеку? Сатана доводит его до этого. Не огражден силой Божией. Но я могу засвидетельствовать, что близкие мне люди менялись, когда ко Христу обращались. Тоже много-много близкий мне человек пил. И по многу пил. И Господь его изменил. Сейчас даже пиво не берет. Не вина нисколько. Вот это противоборство, а нам потом венцы будут за это дело. За то, что мы побеждаем дьявола. Но первый враг, я более как бы расширенно отвечу на вас вопрос. Подойдите к зеркалу и посмотрите. Это я сам первый враг. Все мои греховные наклонности, лень моя, небодрство над собою, эгоизм, самость моя, мое я огромное, затмевающее все остальное. Мое я. На меня плохо там посмотрели, что-то не так сказали, обидчивость. Вот это я мое. Я враг сам себе. Вот этого врага нужно сокрушить. Вот когда ты этого врага, самого себя сокрушишь, подвигнешь его на то, чтобы исправляться по Евангелию, тогда ты можешь легко побеждать и темную силу. Вот так Бог устрояет. Второй враг – это вот мир порочный. Это тот сосед, который тебя соблазняет, выпить. Или там еще кто-то на какие-то худые дела что-то взять, своровать. Ну подумай же, это же колхозно, это же ничье. Давай, пойдем. Не по совести работать своими руками, в поте лица хлеб зарабатывать, а взять чужое. Но это же все так делают. Вот все и воруют. То есть называют вещи своими именами. Третий враг – это дьявол. Вот я о нем и говорил, что победишь себя самого, уже дьявола можешь сокрушить. А Бог на Голгофе его сокрушил. Сейчас тысячелетнее царство, оно символически называется. Не то, что оно тысячи лет, а уже две тысячи лет продолжается. Он сокрушил сатану. И вскоре Господь его окончательно сокрушит и бросит в огненное озеро. Написано в Откровении, Анна Богослова об этом. Вот теперь каждый из нас должен протянуть Христу руку. Он протянул уже, теперь с твоей стороны. Протяни ты ко Христу руку. Покайся и веруй в Евангелие. Ибо Он есть путь истинной жизни. И никто не приходит к Отцу, как только через Христа, через Него. Вот. Ну, понятно? Так и очень ясно. Не надо ждать, что Бог тебя освободит от чертей. А самому этим вопросом занимается. Видите как? Под лежачий камень-то вода не течет. Надо самому направься ко спасению. Есть еще поговорка. Бог-то призывает нас ко спасению. Да. А так, чтобы... Бывает такое в народе. И вот сейчас что-то в церкви там священник пронесет молитвы. И что-то во мне изменится, и я буду другим. Ты должен меняться. Ты должен бодрствовать над собой. Это каждодневная борьба. Только с верой во Христа это можно победить. А если ты так, как это и есть, например, у буддистов, они тоже постятся. Но там связь с темными силами. Верить в Буду, поклоняется идолу. Тоже посты есть. Понимаете тут? То есть веровать во Христа именно необходимо. И силой Божьей побеждать темные силы. Так, ну еще. Так, может что-то дополнить? Только пение. Ну давайте, мы вам хотели спеть о Христе. Можно еще? Еще вопрос? Нет, вопрос. Вот я нынче присутствую от Потеряевки на вашем празднике, вот у костра. И вот знаете, я бы хотел вот так, чтобы многие посмотрели вот этот праздник. Здесь со мной? Да, в Потеряевке. Это проходило. В интернете можно, но у них интернете. И вы знаете, у меня есть фотографии, есть записи. Я записывал тоже на камеру немного. И вот, кому не показал, кстати, вот этим Новосибирским показал. Ну все удивлялись, да. Вот как это у вас хорошо проходит, вот это так. И как бы без всякой суеты. Так это обыденно все. Вот просто удивительно. У меня вот супруга тоже удивляется. Как у вас каждый чем-то занимается. Вот вы песни пели, под гитару играли, там и баянба. Кто-то костер поддерживал, кто-то картошку пек, потом он на картошку разносил. Сначала салфетки, потом соль. И все это, знаете, вот если у нас это организовывают, вот сейчас возьми. Это надо подталкивать, подгонять, кого-то что-то заставляет. А там вот все как будто вот, это, ну, до того все это слажено. Все это, никто никого не заставляет, ничего. А вот все сами делают. Ну вот у меня сестра Лида была тоже присутствовала там. Ну это у нас, Геннадий Павлович, отработано уже, конечно. Ну вот я и хочу сказать. Что-то с любовью сделано. И вот люди отработали день, целый день. Я вот знаю, Игорь Фермер, он в полеводстве работает. У каждого коровы, скотины. И вот они вечером собрались, и все этот праздник у них так прошел. Ну а если бы, допустим, мы собираемся, ну, я просто утрирую, конечно. В основном так. Мы не можем, это надо, либо мы пьяные можем собрать, либо на пьянку можем собрать. Вот. А чтобы вот так. Это все во Христе, брат сказал, это в духе святого, конечно. У нас во Христе другие друзья, другие песни. Другая, ну, как она, другая еда? Ну, можно сказать так, другая еда. Можно еще такое. Освящен. Вот если бы нам знать, что вот этот праздник именно у вас проходит, и можно там поприсутствовать, вот, ну, простым людям. Может быть, кто-то и поехал, и поприсутствует, посмотреть. Ну, почему бы нет, конечно. Но мы-то в отличие на попали. Это у нас даже, Геннадий Павлович, не праздник, а когда лагерь, то в пятницу, каждую пятницу, костеры, картошка и песнопение духовное. Каждую пятницу. С детьми. Да, именно с детьми. А нынче, это вот ради гостей было сделано, там приехали оглашенные же, да? Да, да, да. И вы как раз, ну, это не случайно, что вы там были. Это так, оглашенные, это готовишься к окрещению. Вот. У нас было окрещение четыре человека. 16 сентября у нас праздник, да пусть приезжают все. Когда? 16 престольный праздник. 16 сентября. Ну, только чтобы мужчины у нас не курили на территории деревьев. Ну, и если в церковь вы приедете, чтобы... Нет, ну, это как можно приехать туда, потому что с утра... 16-го... 16-го... Это у нас... Что там будет? 16-го это вторник. Вечером. Вот, утром к восьми часам. Ну, правильно, чтобы вот рубаха и поясочек был. И не курить. Вот, в общем-то... А женщины, чтобы длинное платье и платок на голове был. Не в штанах. Да, вот и все. Как погода будет. В восьми часах. Да, да. Там могут у нас быть... А вот такой костер уже... Костер такой, ну... Это посмотрим. Надо организовать, конечно. Нет, ну не специально для нас. Ну, почему не специально для гостей? Я имею в виду, ну, это же... Там, ну, как... Или в этот же день... Приезжайте. Приезжайте. Приезжайте, понимаете. Там такие песни хорошие. Вот именно русские такие песни, ну... Немножко со своим направлением, ну... Ну, прежде всего, конечно, на Боге поем. Вот я и говорю, что... А его искупительность жертвы... Благовестие. Светит нам знакомая звезда. Это нас Господь зовет в дорогу. Слово Божьем мы везем туда, Где не знают люди совсем Бога. Трое благовестников в пути, А четвертый вовсе бессловесный, Ты в молитве вспомни, помяни, Чтобы не мешали благовестью. Благовестье призыв небес проповедовать, Падшим, заблудшим, благовестью. Зовет Бог Отец. Слово Божье открой и послушай. Прошлая поездка провасил, Много мы ошибок совершили. Если я кого-то огорчил, Кротко говорю мне, простите. Утреннее светит нам звезда. Это нас Христос зовет в дорогу. Много тут положено труда, Чтобы наш спецназ летел в Европу. Благовестье. При Европу вперед покорим Словом Божьим пленяя. Благовестье. Настал наш черёв. Едем мы, ни на что не взираем. Дальняя дорога, краткий сон. Мы в степи ночуем под охраной. Вот уж догорает наш костёр. Завтракать пора, ехать надо. Мерить нам теперь никак нельзя. Господи, благословив дорогу, Наш наставник смотрит вдаль туда. Бога видит он открытым оком. Благовестье. Книги дарить этот хлеб Погода он пуская. Благовестью заповедана быть На начальника жизни взирая. Если наш Господь позволит нам В зала мы увидим ваши лица. Мы расскажем, что же было там. Будет чёрно сердце часто биться. А пока молись, люби и верь. Если вдруг мы все не возвратимся. В небо нам открыто Богом дверь. Только бы ничем не усомниться. Благовестье. Призыв Христа проповедовать Пашим заблудшим. Пусть дорогу освещает звезда. Только ты будь всегда, брат, послушным. Ну и маленько надо рассказать о чём. Вот мы ехали. Сергей Павлович и Володя, который снимает Брат Владимирович, тоже ездили. Но в этих миссионерских поездках их не было. Я, Игнать Тихович, и Николай Курчинов, дальнобойщик. Мы ночевали в лесополосах. Наоборот, от людей мы сторонились. Потому что много опасностей. Вы знаете, что много всяких преступлений. У нас этих правонарушений в стране. На первом месте, наверное, в мире. И вот убийства и тому подобное. И брали с собой собаку Сергея Павловича Урагана. Он чемпион России. В прошлом году, да? Да. В 2013 году чемпион России. Он нас охранял. Вот. Иногда ночевали просто в машине. Ну, в газели просто пассажирской. Это возможно. Прямо на сиденье положишься. Игнать Тихович на своём пласткарте. Я впереди. А Николай там сзади. Ну, иногда я там сзади. В фургончике. Можно было свободно ложиться. Ложиться даже высокого роста. И иногда ставили палатку туристическую. И разжигали костёр, чтобы всё было безопасно. Рыли яму. После себя ничего мусора не оставлять. Ну, вот в словах песни вы это и слышите, да? Книги дарили. Это тоже. Хлеб по водам пускает. Кто Библию не читал, тот не понимает, о чём речь. Хлеб по водам пускает. Духовный хлеб. Проповеду Игнать Тихонович посвятил свою жизнь Христу. И Бог дал ему книги вот эти выпустить. Как некий духовный хлеб. Вот почему я сюда и вставил эти слова. Книги по водам пускаю. А воды, они самые различные. Мы доехали до Лиссабона. Вот эти дороги, там отличные дороги. Греция, Португалия, Испания, Франция. Едешь, стакан воды не прольётся. Ну, сделано всё по совести это, конечно. И вот эти вот артерии, так скажем, реки, машины идут. И мы по этим водам, ну я так уже толкую, конечно, своеобразно. Пускаем хлеб вот этот духовный. Ну и есть вторая песня в продолжении. Спеть вторую. Это я её написал в путешествии. Когда брат Николай, он чаще всего за рулём был. Он очень опытный по городам. У него даже не просто, ну есть, конечно, опыт. А есть ещё талант. Если он в город заезжает, несколько раз там повернул, куда мы уже с Игнать Тихачем ориентацию теряем. А он знает, как вы, ну это уже талант. Он чувство расстояния пространства. Вот у него опыт и плюс ещё этот талант. Ну и, конечно, он машину всё до последней гайки винтика знает. Очень хорошо. И умеет ремонтировать. И всякие вот эти приспособления делать. И вот он обычно в город заезжал, а я на навигаторе штурм. Ну и у меня было время. Достаю черновичок и там несколько стихов придумал. И так вот эта песня называется «Благовестие-возвращение». Кто-то едет летом отдыхать Море пальмы, бары, рестораны Но жизнь дана нам здесь Христа познать В сторону прельщения обманы Трое благовестников в пути Возвещали людям путь спасения А четвёртый чемпион страны Лучше пёс, нету здесь сомнения С возвращением встречают друзья И на улице нашей веселье С возвращением благовестие Христа Пронеслося до края вселенной Разные дороги, города Дальние дороги, города Разные народы и столицы Посетили много государств Видели мы радостные лица Неземная радость на лице Отражалась светом благовестия Видели мы братство во Христе И души словно белые невесты С возвращением встречают друзья Вознесём благодарность мы Богу С возвращением родная земля Принимает сынов своих снова Испытаний много на пути Вот сломалась наша колесница Божий всемогущий, помоги Надо нам усерднее молиться Руки брата Господи направь К людям в сердце проложить дорогу Ветхое ненужное исправь И чтобы не взимали денег много Благовестие, как много преград Устраняет Господь своей силой Благовестие, наши ноги спешат Покорить всю Европу, Россию Позади остались Лиссабон Рим, Мадрид, Париж и Кофенгаген Вот дела, испортился мотор Возвращаемся в родную Гавай Ты, Россия, нас скорей прими Стройные берёзки и равнины На Алтай в июле мы зашли Видно, пожелтели Божьи милы Благовестие, призыв Христа Проповедовать падшим, благодушим Благовестие встречают друзья Вознесём мы, Асана, все дружно Воспоём, точнее, мы, Асана, все дружно Асана — это спасение Богу, восхваление Его Ну вот такая вот история с миссией Надежда Васильевна тоже хотела Ну пожалуйста, ещё вопрос Ну вот вы проезжали, говорите, там дороги прекрасны Даже вода не прольётся Хорошо всё устроено Но вот я чувствую под песню Всё-таки вы рады вернуться домой Ну как раз Встали не дождались, когда в Россию заедем Всё тут такое родное Почему? Ну это же наша родина А потеряют, как ложишься спать Это вот я вот что И представляешь там вот этот лагерь, деревня Шарика свою вспоминаешь Это же всё родное Где родился, там пригодился, да? Но вот это чувство Родины, любовь к Родине Это Господь нам заложил в человека, да? Вы же тоже потеряете участок Да, вспоминаю Я что хочу сказать Я вообще села даже не было Ходил на ход Отсюда прихожу Там в саду посижу Поем, поскучаюсь Жалко мне всё это Зимой И обратно Иду Вот 10 километров Где сходить туда Чтобы там посидеть Дети не ходили Сейчас вам ещё Вот 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 такие дела Да Кажется, вот я приезжаю туда В улыбке вроде такая же Мне кажется, там воздух чище Вот Действительно Вот серьёзно Я не знаю, почему так Родина Вот Запад на самом деле Вот есть такой профессор Осипов Алексей Ильич Московской Духовной Академии И он Ему вопрос тоже задавали О состоянии Тех церквей, которые на Западе Он говорит Запад давно сгнил Это вот его слова Что он имел в виду? Именно духовно, нравственно, палит Именно Ну что там разрешено? Однополые браки Вот И многое другое Вот это наркомания Повсеместно Это тоже там Запад сгнил У нас ещё это теплица Вот это вот Именно ориентир на Евангелие Местами где-то Ну вот в Барнауле По милости Божией Игнать Тихонь живёт В Москве Даниил Сысоев Мученик Воссиял на небосклоне Духовном Можно так выразиться, да? В православии Такие светильники ещё есть У нас тоже не всё благополучное Мы об этом открыто говорим Не боимся этого Почему? Потому что Мы должны знать правду Чтобы выявить Где мы неправы Исправиться И именно что касается Спасения Мы открыто говорим Что какой правильный Вход в церковь В крещение Ну вот тоже Не всё благополучно Но Запад Именно в этом плане Сгнил За материальным благополучием Там духовно Вот это падение Духовная пустыня Например В прошлом году Мы в Нюрнберге были Книги там наши не приняли Хотя Мы ехали специально От сестры Валентины У которой мы в этом году были 120 километров Нюрнберг Где процесс был над фашистами Не взяли книги Вот Это говорит о том Что нет интереса Именно К духовному стремлению нет Там как-то они объясняли Нашли человека Сейчас уж не помню подробностей Нашли Который по-русски говорит И нам таких не надо У нас может Другое направление Только вот А в библиотеках Вы же знаете Там всё есть И детективы И чего только нету И эротика там И прочее Вот это бесовская литература Как духовное Чисто божественно Привозим Не надо О чём это говорит Видите О падении Ну и Всё-таки Встреча с людьми Это было радостно Несмотря на то Что это запад Западные страны Но Миссионерство Оно необходимо Поэтому Есть слово Надо Поэтому мы туда и поехали Надо быть посланниками Божьими Господь говорит Кого мне послать Исайя говорит Вот я Господи Вот Надо чтобы мы На пророка Исайя смотрели Сегодня искали Кого Надо послать Или точнее Кого Господу послать Вот сестра Надежда Давно хотела уже поехать А молодёжи нет Всех чем-то Заводные В прошлый раз Молодёжь была Девушки две Вот Сегодня нет То есть Надо молиться Чтобы таких Миссионеров Больше было Пока вот ещё Россия В этом плане Распространение Слова Божьего У нас Большая-большая Свобода Мы этого даже Не понимаем В тех странах Уже такой свободы Нет Там запрещают Платочек носить Крестик Поверх В Англии То есть мы По интернету С кем знакомы Уже крестик нет Там уже Могут Тебе замечание Сделать И потребовать Чтоб убрать Платочек У нас знакомая Верующая Во Франции У неё останавливались Тоже были проблемы Это так Не принято А сейчас Она на другой Работе Где Во Франции Много иммигрантов Бывший Марокканский Житель Какой-то Хозяин А он Мусульманин Поэтому Мусульманки У них там Ходят В платочках И он Не запрещает И православный Ходить Вот так Бог сделал И По тюрьмам Сидят Уже Некоторые Верующие Ну Не то что Православные А вообще Христиане Разных конфессий За что сидят Что воспитание Детей Они Приложили Свою руку Наказывать Стали Этого Нельзя В западных Странах Ювенальные Истиции Сообщили Сами же Дети Могут Это делать Ювенальные Истиции Сатанинское Изобретение Да Но Дело в том Что Если мы С ними Не будем Заниматься По слову Божьему Ювенальная Дядя И тетя Придут К нам Вот надо С ними Заниматься Ну Начать С самого Седя Чтобы дети И внуки Воспитывались Во Христе Вот это Игнать Тихонович Он говорит Это национальная Идея Много Всяких Национальных Идей Выдвинуто Что Или сельское Хозяйство Поднимать Или там Раньше Когда СССР Был Вот коммунизм Большевики Большевики Национальная Идея Маркс И Энгельс И так далее То есть Нас обманывали А национальная Идея Просто звучит Дети Воспитанные Во Христе Он не будет Лгать Обманывать Он будет Добросовестным Работником По совести Поступать Будет Хорошим Начальником Правителем Дети Воспитанные Во Христе Вот Очень кратко Звучит Ну вот Еще Где же Васина Хотела Вопрос Ну вот Сестра Надежда Хотела Песню Стих Пожалуйста Пожалуйста Подержать Взирайте Люди На Слава Божия Оно Еще В мире Звучит Оно Уже Скоро Закрыться Может Дум Божий Об этом Твердит Скажут Люди Слава Божия Пусть Ж Вернется К Нам Сколько Люди Не взирайте Господь Не ответит Уж вам Господь Не ответит Уж вам Слова Оно Созвучат Так ясно Что Он Написал Наперед Что Люди Стонат Везде Стонат Везде Будут Как Жаль Томимый Народ Скажут Люди Слава Божия Пусть Живернется К Нам Сколько Люди Не Взаевайте Господь Не ответит Уж вам Господь Не ответит Уж вам Ходить Все Будут От Моря До Моря Чтоб Слава Божий Найти И Полны Будут Мучения И Горя Но Все Же Не Смогут Найти Скажут Люди Слава Божия Пусть Живернется К Нам Сколько Люди Не Взаевайте Господь Не ответит Уж вам Господь Не Ответит Уж вам Неужели Не принят Христа Ты уйдешь Неужели Не принят Христа Ты уйдешь Чтоб Дальше Во мраке Блуждать Божественным Призывом Пренебрежешь Не приняв Ей Благодать Неужели Уйдешь Неужели Уйдешь Неужели Уйдешь Ты не Не приняв Христа Неужели Уйдешь Неужели Уйдешь Уйдешь Неужели Ведь другом Своим Ты можешь Христа Приобресть Он был бы Хранителем Верным Твоим Оценишь Оценишь Литых Эту Честь Неужели Уйдешь Неужели Уйдешь Неужели Уйдешь Неужели Уйдешь Иисус Из любви Свою жизнь Положил Чтоб Грешников Освободить Чудесный Источник Спасенья Открыл Где Можно Грехи Все Мы Неужели Уйдешь Неужели Уйдешь Неужели Уйдешь Ты Не Приняв Христа Неужели Уйдешь Уйдешь Неужели Уйдешь По-друг Ты Сегодня Христа Не отри Покой Тебе Даст Только Он Внемли И ты на призыв сомненья откинь, Покайся и будешь спасен. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Ты, не приняв Христа, Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Группа поддержки. Не утомили вас? Нет, нет, еще. Часы тревог, унынье и сомненья, Не видя света, света пред собой. Душа болит, резвается во мнении, Прошу, Господь, пребудь всегда со мной. Как счастлив я, что я Христа имею, Как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, Как счастлив я, что Он со мной, друг мой. Образ дивный, кроткий и смиренный, Христос, Господь, живи во мне всегда. Чтоб в сердце был в моем запечатленный, Не дай упасть по тяжестью Христа. Как счастлив я, что я Христа имею, Как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, Как счастлив я, что Он со мной, друг мой. Кому пойду я в горести сердечной, С участием, кто протянет руку мне. Лишь ты один, с любовью бесконечной, Меня простил, меня привлек к себе. Как счастлив я, что я Христа имею, Как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, Как счастлив я, что Он со мной, друг мой. Но мне порой так тяжело бывает, И, кажется, оставил Бог меня. Но вновь душа слава Христа внимает, Я не расслаблю, я люблю тебя. Как счастлив я, что я Христа имею, Как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, Как счастлив я, что Он со мной, друг мой. Слава Христу! Так, значит, вопросы еще будут какие-то? Еще. Сергей, приготовить коробки, они вот там стоят. Если вы не торопитесь, можно еще одну? Можно? Знаете, я немножко неправду сказал, что мы собираемся только пьяные или погулять. Вот у нас нынче проходил вечер такой, День поэзии. Вон у нас, вон. Да, День поэзии. И у нас вот тут присутствуют два товарища, которые пишут сами стихи. И такой это вечер был хороший. И вот я бы хотел попросить, если у вас время есть, чтобы они прошли хотя бы по стихотворению. Можно, нет? Ну, нигде. И, пожалуйста. Малая Родина моя, ты меня как мать родная, дороже нет на свете у меня. Здесь я родился, вырос, возмужал, семью свою растил и здесь обосновал. Обосновал. Ну, вот здесь обосновал. Мечта у меня была такая, чтоб Родина моя была сильна, красива и крепка. Чтоб корни мои в ней вошли в века. Но не суждено в мечте мою избыться. Нашлись люди таковы, помочь к в ходу развалиться. Это родине от Малой. Спасибо. Спасибо. У него много свои стихотворения пишут. Вот еще тоже пишут с детства. Ну, прощи еще. Ну, что это? Да, забывай, другой раз. Ну, что это такое? Ну, что это такое? Там бабушка. Ердакевич, что? Проси. Просишь? Просишь? Повернуть их потом. Да, делай мне это. Ты ему пока что-то не будет. Возьми кому-то сюда. Дай многое сюда. Ты только возьми. Да. Да. А вы руку протянете. Вот. А потом еще. Вы посетили несколько стран, посмотрели, как жили простые люди, не только города, библиотеки, а вот люди делились, как мы деревенские, проезжали жили, всего-то всякое. Вот наша страна, в сравнении с теми, она как вы видит? Видите, мы поселом-то не были, мы только в городах, столицах, да, но как выглядит, это видно, когда вы заезжаете в Белоруссию, там Польша, уже как все чисто у них, аккуратно, брошенной земли, как вот у нас, и домов брошенных, там не видно. А вот в таких странах, которые поведнее, там Сербию в прошлом году, мы говорим, там похоже на Россию, в сербии вообще россияне, братья православные. То есть отношение к земле, конечно, у них другое, чем у нас, да, серьезнее. Так вот, поля как возделывают, газоны, ну, для меня лично как-то вот даже не очень это, что все так вылезено. А здесь трава по коленам и по поясу пошел, еще песня была, сойдут там на станции, трава по поясу, да, вот это все русское такое, оно какое-то такое авось да небось, бесшабашное, наше родное русское. А там все выглажено, как-то оно искусственно выглядит, вот это, да, но вот это аккуратно, они думают там жить и воспитывают своих детей, а мы, к сожалению, одним днем живем. Нефть выкачать, разлить, лес вырубить, даже вот эти уникальные леса, я родился в Гелевке, там лес, вот этот бор, откуда он произошел, это просто божественное происхождение вот этих ленточных борок. При потопе вода, она вот тут вымывала осадочные породы и образовались такие, ну, семена, да не слово, такие ленточные уникальные боры, и их вырубают. Это в Налатовском районе тоже об этом уже сколько лет разговоры, и вы тоже слышите, просто отношение к земле вармарское, поэтому Господь может сделать так, что сюда придут другие хозяева, лучше, пусть они даже не православные будут, мусульмане там, или китайцы, но китайцы, если работают, то как, насколько они по совести делают, правда, говорят, после их там уже земля ничего не дает. Ну, труженики, в 6 часов, туда ездил наш профессор, и говорит, в 6 часов я просыпаюсь, тук-тук-тук, что такое, не могу понять, ну, надо же спать утро еще ранее, смотрю, уже китайцы на работе, уже стучат молотками, они поэтому сейчас выходят уже США догонять, на пятки им становятся, прирост в экономике, вот в газете я у вас сегодня смотрю, в аргументах, труженики, вот, нам очень много надо у них получиться, да у других национальностей. Нам Господь дал одну шестую часть суши, а мы такое отношение, поэтому может Господь просто передать другим, людям более достойным. И вот сразу мы, когда границу переезжали, Украина, это в прошлом году мы были, там в Киеве книги подарили, в Харькове, это как Россия, тоже свалка вот эта вот, трава растет, там в рост человеческий, поля какие-то такие вот, ну, кое-где ухоженные, кое-где нет. А вот в Белоруссии переезжаешь, как вот уже в западную страну, в западноевропейскую, аккуратно все, то есть там хозяин, батька Лукашенко, благослови его Господи. Ну вот так, а детям подарили, да? Да, да, подарили. Ну что, давайте кратко помолимся, ну и здесь икон нет, но мы можем без икон молиться, это тоже возможно, потому что Бог есть Дух. И на этом возъезжаем. Спасибо вам. Кто-нибудь в церковь Тюменцева ездит? Я езжу. У нас есть календарики православные, где-то там, знаете, не желали вы взять календарик? Да, у меня есть. Есть у вас, да? А ну тогда. Я всегда. Давайте помолимся. Помолимся. До всего. Господи, благодарим Тебя за эту встречу, посеянную в душах людей. Ты сам сохрани и приумножь и в душах детей также. И благослови наш народ, избави его от пьянства, от наркомании. Пошли, Господи, проповедника Слова Твоего и истинного во все концы земли. И даруй нам добрых пастырей, чтобы они проповедовали Слово Твое неповрежденно. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение. Отец и святой Бог. Аминь. Да, можно сфотографироваться на память. Пойдемте, сфотографируемся, девочки. Пойдемте, сфотографируемся, понимали. Пошли. Потом зайдем, заберем. Сколько до... Ну это не порчено. Кстати, 13 человек. Пойдемте, куда, к крылечку, пойдемте. Давай на фоне флага, действительно. Клубка, вот он, кто-то здесь, да. Попочнее, подавите. И несколько снимков сделать, чтобы находить флага. Смотрим. Внимание. Смотрим. Смотрим. Смотрим.